Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа Слушайте доктора у микрофона Вера Власова Сегодня мы поговорим об относительно новом для города Кирово явлении это центр медицинской реабилитации Кировской области и в гостях у нас сегодня главный врач центра медицинской реабилитации Анна Пересторонина Здравствуйте, Анна Владимировна Добрый день, Вера Добрый день, уважаемые радиослушатели Анна Владимировна, первый вопрос, конечно же касается непосредственно центра Как давно он появился в Кирове на базе чего он сложился какая база есть у центра сейчас Если говорить об истории развития нашего центра то его история уходит к началу 20 века то есть изначально та медицинская организация которая оказывала помощь жителям города Кирова и Кировской области в основном название более известное жителям как спецбольница вот эта вот история уходит корнями к началу 20 века здание нашей поликлиники это вообще одно из старейших зданий одно из красивейших зданий да, конечно одно из красивейших зданий не только снаружи но и внутри год постройки 1881 здание изначально было построено для нотариальных целей для нотариуса но вот потом впоследствии было преобразовано в медицинскую организацию даже может быть кто-то помнит в основном это медицинские работники в здании размещался ректорат Кировского государственного медицинского института и вот в 2005 году это здание было отдано областному гериатрическому центру то есть действительно больше наш центр известен под названием областной гериатрический центр многие лечились и ходили в поликлинику и в стационаре нашем проходили лечение а что касается центра медицинской реабилитации то да, действительно мы очень молодые реорганизация произошла буквально в июле текущего года 19 июля мы были реорганизованы и слились совместно с больницей восстановительного лечения в поселке Нижнеевкино в центре медицинской реабилитации то есть на сегодняшний день это единственный крупный региональный центр который оказывает помощь по медицинской реабилитации про здание строительское мы сказали рядом находится тоже еще один корпус он, если не ошибаюсь каких лет постройки? ну это 80-е годы постройки всего что касается в городе Кирове в центре это здание поликлиники о которой мы уже поговорили рядом расположено здание круглосуточного стационара и рядышком также с центром расположено здание дневного стационара и отдельно у нас еще в поселке Нижнеевкино расположен Нижнеевкинский центр медицинской реабилитации Анна Владимировна действительно многие знают данные учреждения как гириатрический центр в связи с чем возникла необходимость реорганизации для чего это было сделано? расскажите я поясню для чего это было сделано на самом деле областной гириатрический центр традиционно оказывал медицинскую помощь преимущественно людям пожилого и старческого возраста но если честно сказать то в центре ранее не было врача-гириатра то есть несмотря на то что врачи-гириатры занимаются вопросами пожилого возраста но вот так случилось что гириатрические приемы открыты впервые у нас были только летом этого года центр уже на протяжении многих лет занимается оказанием медицинской помощи именно по медицинской реабилитации то есть мы оказываем медицинскую реабилитацию пациентам которые перенесли инфаркт миокарда операции на сердце и крупных сосудов а также медицинскую помощь по нейрореабилитации людям которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения или инсульт различные операции на головном мозге спинном мозге и различными неврологическими заболеваниями то есть два основных профиля которые в нашем центре имеют место быть это медицинская реабилитация и вот с этого года как я уже сказала на базе поликлиники центра медицинской реабилитации мы впервые в Кировской области открыли прием врача гириатра то есть врач гириатр занимается особенностями диагностики и течения заболеваний у пациентов пожилого и старческого возраста насколько важно это нововведение как это отразилось на состоянии пациентов на атмосфере может быть на качестве оказываемых услуг действительно сейчас это очень важный вопрос очень актуальный в настоящее время потому что не секрет что в настоящее время благодаря определенным успехам и социально-экономическим и в сфере здравоохранения у нас в стране увеличивается продолжительность жизни естественно с увеличением продолжительности жизни увеличивается доля пожилого населения нетрудоспособного возраста в структуре населения ну и в Кировской области действительно эта доля достаточно высокая ну и как и во всей Российской Федерации поэтому было принято такое решение решение на федеральном уровне организация и совершенствование гериатрической помощи то есть это помощи пациентам пожилого и старческого возраста и во многих субъектах Российской Федерации Кировская область не является исключением такая помощь появилась то есть открылись гериатрические отделения открылись приемы врачей-гериатров поликлиники ну и появились гериатрические стационары вот специфика нашего центра оправдала в общем-то наше название сейчас два врача-гериатра ведут прием в нашей поликлинике и мы конечно очень приглашаем пациентов пожилого и старческого возраста которые имеют определенные проблемы со здоровьем посетить именно наших врачей-гериатров наших специалистов потому что врач-гериатр он в общем-то очень хорошо ориентируется именно в специфике заболеваний каких-то отклонений от нормы у пациентов пожилого возраста то есть это не просто специалист который ориентируется в терапевтических заболеваниях в хронических заболеваниях но и знает их специфику и особенности взаимодействия лекарственных препаратов а можно идти напрямую обращаться к врачам-гериатрам или необходимо направление получить к врачу-гериатру обращаться очень просто вы можете получить направление либо у своего лечащего доктора врача-терапевта или врача общей практики либо вы можете записаться к нам напрямую телефон нашей регистратуры 64 28 40 также кто владеет информационными технологиями компьютером могут записаться через электронную регистратуру нужно зайти на страничку центра медицинской реабилитации в раздел электронная регистратура и также можно записаться на прием к врачам-гериатрам врачи-гериатры принимают пациентов возраста 60 плюс верхняя граница она ничем не ограничена то есть пожалуйста если есть определенная скажем так проблема или просто интерес чем же занимается врач-гериатры то мы приглашаем в наш центр врач-гериатры во-первых протестирует по определенным анкетам выявит есть ли проблемы именно касающиеся пожилого возраста какие риски развития тех или иных отклонений может быть этих рисков нет и уже по итогам своего приема по итогам осмотра составит комплексный план индивидуальный план для каждого пациента который потом соответственно будет контролировать его выполнение кроме того на базе нашего центра кроме приема врачей-гериатров мы еще начали вести школы для пациентов то есть школы по различным направлениям касающиеся здорового образа жизни это и школы при заболевании сердечно-сосудистой системы сахарного диабета и с уклоном именно вот на пожилой возраст у нас сейчас проводится школа по профилактике падений это очень актуальная проблема именно у людей пожилого и старческого возраста потому что вы знаете что есть статистика что люди пожилого возраста они чаще падают и получают осложнения и вот на базе нашей поликлиники мы проводим такую школу то есть поинтересоваться как на эту школу можно записаться также можно по телефону нашей регистратуры 64 28 40 возрастные ограничения для школы какие что касается непосредственно самих пациентов это возраст 60 плюс но также на школу мы приглашаем и родственников пожилых пациентов то есть они тоже должны обладать информацией об особенностях течения пожилого возраста это проводится на базе поликлиники да на базе поликлиники ну что же достаточно много мы сказали по гериатрическому направлению центра реабилитации медицинской давайте вернемся именно к вопросам реабилитации очень хочется узнать подробнее о направлениях то есть кем вы работаете как к вам попадают пациенты и что их ждет непосредственно в самом центре медицинская реабилитация это второе важное направление которым мы занимаемся вот я уже говорила что на протяжении нескольких лет мы занимаемся кардиореабилитацией в настоящее время на базе нашего центра есть два отделения второй этап реабилитации в условиях круглосуточного стационара к нам переводятся пациенты из сосудистых отделений регионального сосудистого центра областной больницы из других сосудистых отделений после острых сосудистых катастроф то есть это достаточно серьезные пациенты с серьезными заболеваниями которые перенесли острый инфаркт миокарда либо серьезные операции такие как аортокоронарное шунтирование мамарокоронарное шунтирование и операции на крупных сосудах то есть пациенты которые перенесли серьезную сердечную катастрофу и миновали такой достаточно тяжелый этап Это всегда этап реанимации, то есть это большой очень стресс для организма и для самого человека. И вот после этапа сосудистого отделения такие пациенты переводятся к нам для проведения медицинской реабилитации, кардиореабилитации, скажу по-простому, для тренировки сердца. То есть сердце должно быть уже адаптировано к новым физическим нагрузкам, поскольку во время острой катастрофы сердце работает более в таком облегчённом режиме. И мы проводим индивидуальные и групповые кардиотренировки и практикуем тренировки также на свежем воздухе, то есть аэробные тренировки для таких пациентов. То есть им даём задания, задания на каждый день, сколько нужно освоить метров, сколько нужно сделать шагов, сколько нужно лестниц освоить. И потом, конечно же, мы даём домашнее задание на дом, потому что эти пациенты, они также подлежат диспансерному наблюдению уже по месту жительства. Также у нас есть отделение кардиореабилитации дневного пребывания. Оно организовано на базе нашего дневного стационара. Это третий этап реабилитации, то есть туда поступают пациенты уже, скажем так, через какое-то время после перенесённого острого заболевания. И там также мы продолжаем контролировать их состояние здоровья. Занятия с инструкторами по лечебной физкультуре проводятся, групповые, индивидуальные тренировки. И в основном это физические методы реабилитации, это тренировки. Да, прошу прощения, говорили вы по поводу тренировок на открытом воздухе на улице. И сразу вспоминается площадка у вас около центра. Насколько там всё сейчас привлекательно, насколько там всё ярко и интересно стало. Потому что приятно там не только находиться, но и погулять, на самом деле туда сходить. Давайте дальше продолжим. Про кардиореабилитацию, наверное, более-менее понятно стало. Что ещё вы полезного делаете? Второе очень важное направление по медицинской реабилитации – это нейрореабилитация. Это, конечно же, реабилитация пациентов, которые перенесли инсульт. Кстати сказать, 29 октября проводится Всемирный день борьбы с инсультами. И сейчас во многих медицинских учреждениях, в том числе и в нашем учреждении, проводятся профилактические мероприятия по борьбе с инсультами, школы здоровья для пациентов по профилактике с инсультами. Вот к нам поступают пациенты, которые перенесли инсульт. У кого-то был тяжёлый инсульт. То есть кто-то после инсульта некоторое время просто находится в малом мобильном состоянии и не в состоянии даже самостоятельно подняться с постели, не говоря уже о том, что самостоятельно ходить, только с поддержкой. У кого-то менее выраженное нарушение, а кто-то теряет речь. То есть это действительно катастрофа. Катастрофа не только в состоянии здоровья, но и катастрофа в жизни. Рушатся все планы, какие-то надежды. И вот наша реабилитация именно нацелена на то, чтобы, во-первых, поддержать пациента после этой ситуации, доказать ему, что не всё так плохо. И если он сразу же после первого этапа, стационарного этапа попадает к нам на реабилитацию, то не всё потеряно. И как раз мы дарим человеку надежду на восстановление временно утраченных функций. Анна Владимировна, не раз мы в рамках программы «Слушайте доктора» такую небольшую памятку давали. Давайте ещё раз всё-таки проговорим. Небольшая инструкция о профилактике инсульта. Вот можно ли кратенько для слушателей? Что касается профилактики инсультов, наверное, и тут мы будем говорить о здоровом образе жизни. Потому что не секрет, что здоровье нужно сохранять с молоду. И вести здоровый образ жизни мы тоже призываем вести с молоду. Факторами риска развития всех сердечно-сосудистых заболеваний и инфарктов, и инсультов – это, конечно же, является неправильное питание, когда человек питается нерегулярно и использует неправильные пищевые продукты, содержащие, допустим, много углеводов или много трансгенных жиров, то есть несбалансированное питание. То есть надо обратить внимание на питание, чтобы питание не способствовало развитию атеросклеротических изменений. Следующий очень важный момент – это малоподвижный образ жизни, который является тоже мощным фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому профилактика здесь одна – больше двигайтесь. Двигайтесь всегда, независимо, сколько вам лет – молоды вы или вы уже находитесь в преклонном возрасте. Движение применительно к вам, применительно к вашему самочувствию, оно должно быть всегда на протяжении всей жизни. Одним из очень мощных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний является курение. Бросайте курить. Никогда не поздно это сделать. Вот кто слышит сегодня нашу передачу прямо с сегодняшнего дня. Кроме того, стрессы, стрессы на работе, стрессы дома, они также провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний. И зачастую, когда общаешься с пациентами, вот расскажите, как произошел у вас инсульт, то пациенты именно описывают какие-то стрессовые, серьезные стрессовые ситуации. Может быть, даже проблема-то была невелика, но каждый относится к ней по-разному. Кто-то очень сильно переживает. Поэтому профилактика стрессов, это и стрессоустойчивость, это и полноценный сон, это тоже является профилактикой инсультов. Это, конечно же, лечение хронических заболеваний, которые могут спровоцировать развитие инсульта, гипертоническая болезнь. То есть, если у вас повышается артериальное давление больше, чем 140 на 90, знайте, что это признак гипертонической болезни. Обязательно необходимо наблюдаться у доктора и принимать регулярно гипотензивную терапию. Ну и из заболеваний, которые также могут привести к осложнению в виде инсульта, это, конечно, сахарный диабет. То есть, если у вас диагностирован повышенный уровень сахара и выставлен диагноз сахарный диабет, обязательно наблюдайтесь у доктора и регулярно получайте противодиабетическую терапию. Вот, наверное, это основные моменты, на которые стоит обратить внимание в целях профилактики инсульта. Да, эту информацию вы даете еще, опять-таки, в школах для ваших пациентов? Да, конечно, в школах для пациентов со своими пациентами, даже несмотря на то, что они к нам поступают уже после перенесенного инсульта, но при несоблюдении рекомендации врача от повторного инсульта никто не застрахован, поэтому мы индивидуально с каждым пациентом это тоже обязательно проговариваем, даем памятки при выписке. Но и на базе стационара и поликлиники мы также проводим школы для пациентов. Вот как раз сегодня такая школа на базе нашей поликлиники проводилась. Идем дальше. Чем еще центр помогает пациенту в таких сложных ситуациях? Какая работа еще проводится? Наверное, здесь я должна рассказать об особенностях нашей реабилитации, то есть чем мы отличаемся от других учреждений. Мне бы не хотелось говорить, что мы больница. Мне бы хотелось сказать, что мы именно приближаем условия в нашем учреждении к домашним, к обычным бытовым условиям, чтобы пациенты, которые поступают к нам из реанимации, из этапа стационара, уже чувствовали какую-то более домашнюю обстановку. Основой основ медицинской реабилитации и работы нашего центра является принцип мультидисциплинарности. С пациентами у нас работает мультидисциплинарная реабилитационная бригада, в состав которой входят врачи-специалисты, неврологи, кардиологи, травматолог-ортопед, далее медицинские сестры, обязательно инструкторы по лечебной физкультуре, инструкторы-методисты, врачи ЛФК, логопеды, клинические психологи и другие врачи-специалисты, физиотерапевты, которые помогают пациенту вернуть его утраченные функции. То есть не один специалист работает, и вообще таблетки, уколы и капельницы – это не наш основной принцип работы. То есть всё-таки наш основной принцип работы – это физическая реабилитация и немедикаментозные методы лечения. Медикаментозные, они, конечно, тоже имеются, то есть базовое лечение пациенты с хроническими заболеваниями, они должны получать всегда, в том числе и на этапе проведения медицинской реабилитации. Но самое важное, чтобы достичь успеха от медицинской реабилитации – это наличие мотивации, это хороший уровень настроения и это вера в успех лечения. То есть в первую очередь помогает психолог, который прикрепляется, я так понимаю, к каждому пациенту? Да, пациента осматривает психолог. Психолог, во-первых, проводит тестирование каждого пациента, то есть мы смотрим, нет ли там какой-то скрытой депрессии или, наоборот, тревожности. И в зависимости от этого, конечно же, подбирается индивидуальная реабилитационная программа и, может быть, даже медикаментозная коррекция. И каждый пациент обязательно мотивируется на успех реабилитации. Ну и способствует, конечно же, и сама атмосфера в центре. Насколько я понимаю, это доброжелательное отношение, внимательное отношение медицинского персонала. Сама атмосфера, вот как Вы сказали, что максимально приближена к домашней обстановке, чтобы пациенту было максимально комфортно возвращаться в более-менее привычной для него жизни. Да, мы стараемся именно создавать такую вот привычную для пациента домашнюю обстановку для того, чтобы само по себе нахождение в медицинском учреждении, а для некоторых это ещё и сразу второе медицинское учреждение, то есть пациент попадает к нам с первого этапа на второй этап реабилитации, мы стараемся снизить уровень тревожности или, наоборот, приободрить тех пациентов, которые находятся в депрессивном состоянии, и создать такую вот более тёплую домашнюю спокойную обстановку. Анна Владимировна, насколько я понимаю, бригады работают не только непосредственно на центре, но и работают на выезд. В чём заключается принцип работы здесь? Да, совершенно верно. В этом году на базе нашего центра мы впервые организовали выездную реабилитационную бригаду. В первую очередь выездная реабилитационная бригада нужна для маломобильных пациентов, которые перенесли также тяжёлое заболевание, острое нарушение мозгового кровообращения, в результате чего получили группу инвалидности. То есть чаще всего это уже первая группа инвалидности, когда пациент может передвигаться только в условиях квартиры. Вот с этой целью мы организовали выездную бригаду для того, чтобы помочь маломобильным пациентам, которые не могут к нам прийти, не могут доехать до поликлиники. И по заявкам врачей из поликлиник города Кирова выездная бригада, а состав выездной бригады, он определяется в зависимости от нарушений у пациента. То есть, допустим, если это неврологическое заболевание и имеются нарушения речи, то выезжает врач-невролог-логопед. Если имеются какие-то функциональные нарушения, есть параличи и парезы, то выезжает инструктор ЛФК. То есть индивидуально определяем состав бригады. Выездная бригада выезжает к пациенту, оценивает его реабилитационный потенциал, составляет индивидуальный план реабилитации этого пациента. У кого-то есть показания для реабилитации в условиях нашего круглосуточного стационара. То есть, соответственно, мы уже забираем на себя, на госпитализацию. А кто-то получает домашнее задание и продолжает реабилитацию дома под нашим контролем. Анна Владимировна, остается у нас немного времени, но обязательно хочется еще рассказать о центре в Нижнеевкино. Давайте немножечко еще на этом остановимся. Да, совершенно верно. Это тоже очень важный центр для пациентов Кировской области, города Кирова. И не только. И не только, да. Этот центр известен как бывшая больница восстановительного лечения. Сейчас он называется Нижнеевкинский центр медицинской реабилитации, который расположен в курортном поселке Нижнеевкино, в 50 километрах от города Кирова. Да, действительно, там проходит лечение и реабилитация пациенты, как взрослые, так и дети, кстати говоря, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это различные заболевания позвоночника, в том числе после оперативных мешательств на позвоночнике. Это последствия различных травм и последствия различных операций на крупных суставах и костях скелета. Кроме того, детишки к нам еще поступают с желудочно-кишечными заболеваниями, поскольку, чем уникален этот центр, там есть уникальная водогрязелечебница, то есть уникальное месторождение минеральных вод и лечебных иловых грязей. Действительно, этот центр пользуется большой популярностью не только среди жителей нашей области, но и жители других регионов страны с удовольствием приезжают к нам и проходят лечение в нашем Нижнеевкинском центре. Расскажите, пожалуйста, что касается атмосферы именно в Нижнеевкином. Конечно же, насколько я понимаю, Нижнеевкин очень привлекательное место для того, чтобы там и отдохнуть, и пройти курс реабилитации, и вылечиться. Насколько атмосфера располагается? То есть природа в первую очередь, конечно же, да? Да, там очень красивая природа, то есть сам центр расположен прямо в центре курортного посёлка, рядом санаторная зона, рядом речка протекает, есть лес, и буквально в шаговой доступности знаменитые минеральные источники находятся. То есть пациенты там не только получают какое-то медикаментозное лечение, и лечение также в зале механотерапии, массаж, физиолечение, там очень много методов ароматерапии, ванны, грязи, но и просто не получают, во-первых, прогулки на свежем воздухе, а про физическую активность сегодня мы уже говорили. Тоже заданиями, да, сколько нужно преодолеть? Да, да, насколько это важно. То есть само по себе вот это вот лечение на свежем воздухе и в курортной зоне, оно, конечно же, тоже создаёт определённую атмосферу и настраивает на положительный результат от лечения. Как же туда можно попасть? Попасть к нам очень просто. Направление можно получить при наличии медицинских показаний в поликлинике по месту жительства. Направление даёт в зависимости от патологии либо врач-терапевт, либо врач-невролог, либо врач-травматолог-ортопед Центра травматологии-ортопедии для пациентов, которые проходили уже там лечение по поводу травмы или какие-то операции получали на крупных суставах. Кроме того, в Центре ещё можно пройти платное лечение. То есть платное лечение осуществляется, осуществляется справочке по телефону. Код посёлка 833-43, телефон 2-31-35, либо прямой номер 49-3003. Я ещё раз повторю, что это заболевание в основном неврологического профиля и заболевание опорно-двигательного аппарата. А как попасть к вам в центр, который здесь находится, в Кирове? Что касается нашего центра, в отделение круглосуточного стационара часть пациентов к нам попадают непосредственно из сосудистых отделений. То есть это перевод с первого этапа реабилитации на второй. Но те пациенты, которые уже получили у нас курс реабилитации, имеют хороший реабилитационный потенциал и имеют хороший результат от предыдущего лечения, таких пациентов, как правило, мы уже самостоятельно записываем и направляем на лечение. Либо через поликлинику по месту жительства. Потому что все пациенты, перенёсшие острое нарушение мозгового кровообращения, либо какие-то оперативные вмешательства, они обязательно проходят диспансерное наблюдение. Кроме того, на базе нашей поликлиники работает кабинет катамноза. Катамноз – это когда мы наблюдаем пациентов, уже перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения и нуждающихся в продолженной реабилитации. Вот этих пациентов мы не просто выписываем домой, а через некоторое время мы приглашаем этих пациентов и оцениваем, насколько хорошо они восстанавливаются, и составляем им также индивидуальный план реабилитации. Записаться в кабинет катамноза к врачу-неврологу можно также либо через электронную регистратуру нашего центра, либо по телефону регистратуры 64 28 40. Ну что ж, на этом время нашей программы подходит к концу. Очень жаль, потому что тема большая, и очень хочется подробнее узнать о работе центра. Я надеюсь, Анна Владимировна, вы к нам ещё придёте и расскажете более подробно. У микрофона была Вера Власова, и у нас в гостях была Анна Пересторонина, главный врач Центра медицинской реабилитации. Спасибо большое и всего доброго. Спасибо большое и всем желаю здоровья. Да, будьте здоровы. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...